А зараз настав час спелкувания и с гостем нашей студии. Сегодня у нас Юрий Голик, радник головы Днепро ОДА у гостях. Добрый вечер. Традиционные встречи, но сегодня больше, наверное, даже будем подводить определенные итоги. Команда Валентина Резниченко, три года руководит Днепропетровщиной. Итак, давайте поговорим о позитивах, а свою ложку дегтя я добавлю в наше общение. Давайте. Итак, дороги. За три года самое главное, что было сделано, мы научились за счет областного бюджета ремонтировать дороги внутри населенных пунктов. Это те дороги так называемой коммунальной собственности, которые может финансировать облдеж-администрация. К сожалению, террористическая организация Украфтодор не поддержала на стремлении в таком же объеме свои дороги, которые расположены между населенными пунктами, не финансировала и не ремонтировала. Поэтому мы видим в области зачастую картину, когда внутри населенного пункта ПГТ дороги нормальные, выезжаем за него, и там дорога отсутствует как класс. Мы еще в 2015 году предлагали передать все дороги, находящиеся на территории области, на баланс облдеж-администрации. Мы благодарны министру транспорта и инфраструктуры Владимиру Амеляну о том, что он протащил закон о дорожном фонде, когда есть жестко закрепленные источники финансирования дорог категории О и ЭС, это областные и сельские, это мелкие дороги между населенными пунктами, они с 1 января 2018 года переданы на баланс облдеж-администрации. Это говорит о том, что в ближайшие 2-3 года мы наведем с ними порядок. У нас есть одна проблема, это крупные трассы категории МН, это там трассы Днепр-Криворог, Днепр-Никополь. В этом году мы изначальное финансирование на эти трассы получили, надеемся, что высверлим дырку в голове у руководителя Украфтодора, получим все финансирование, эти трассы сделаем. Строим много, перестраиваем много, детские сады. Понимаете, мы строим много, потому что все 25 лет независимости Украины государство не строило. Государство отдавало в частные руки те же помещения детских садов, которые превращались в офисы и в магазины, а потом столкнулось с нехваткой мест в детских садах. Поэтому 3 года назад была начата программа увеличения количества мест в детских садах. Мы строили новые, мы реконструировали существующие, мы достраивали корпуса уже открытых, мы возвращали к жизни закрытые. И сейчас, в этом году мы строим 4 абсолютно новых, по абсолютно новым проектам детских садиков такого уровня. Никогда еще государство не строило, собственно, частных детских садиков такого уровня в Украине нет, как будет построено за счет областного бюджета нами облгосадминистрации. Кроме того, мы вышли на показатель 1500-1600 мест каждый год дополнительно создается в детских садах области. Такими темпами нам нужно еще 3-4 года для того, чтобы решить проблему нехватки мест в детских садах. Когда будет решена проблема нехватки воды? Проблема нехватки воды была на 1 января 2015 года у порядка 100 тысяч жителей области, вдумайтесь, в 21 веке вообще никогда в домах не было воды. Для 95% из этого числа жителей мы уже этот вопрос решили. В этом году мы заканчиваем еще 10 водоводов, надеемся, что еще для 17 тысяч жителей эта проблема тоже будет решена. Но это с учетом тех, у кого вода была, но ненадлежащего качества теперь она будет нормальная. Это нонсенс, мы эту программу заканчиваем в этом году и на 95-96% область будет с водой. Школы, ресурсные комнаты и все, что с этим связано? Школы это огромнейшая президентская программа, которая реализуется на территории области. Всего за 3 года мы капитально отремонтировали, реконструировали 70 школ. Мы начинали просто с капитальных, с текущих ремонтов. Мы поняли, что это все путь в никуда, это размазывание ресурса. Ресурс нужно концентрировать на каких-то прорывных направлениях. И то, что выделялось на капитальный ремонт школ, мы сконцентрировали на опорных и крупнейших школах в малых городах Днепропетровской области. У нас есть очень яркий пример. Это Петриковская школа, куда каждую неделю приезжают делегации из других областей просто посмотреть на это чудо. А на самом деле это впечатление усиливается, когда мы всем делегациям показываем, как эта школа выглядела еще в апреле прошлого года. То есть ее реконструировали за 4 месяца. Это здание 49-го года постройки, с туалетом на улице, то есть у детей даже не было нормальной возможности в туалет сходить. Это нонсенс. Солонянская школа, которую мы заканчиваем в мае, это огромнейший комплекс зданий, в котором будет новый стадион с профессиональным футбольным полем, с искусственной травой, профессиональные беговые дорожки, футбольная и баскетбольная площадка. Юрьевская школа, сейчас мы заканчиваем школу в желтых водах в этом году. И мы в этом году начали конструкцию еще более 10 опорных школ. Это Апостолова, Софиевка, Широкая, Никополь, Марганец две школы, две школы в Покровье. Вот так тут идем планомерно по области. Почему это важно? Вот поставьте себя на место ребенка, который с утра не хочет идти, не хочет просыпаться, не хочет идти в школу, а когда он до нее доходит, он видит убитое здание, напоминающее барак, в котором опасно для жизни находиться. Потому что с окон задувает снег зимой, осенью вода стекает с крыш, и в холодное время года нужно там находиться в куртках. Теперь представьте настроение преподавателя, учителя, который в таких условиях вынужден ребенка чему-то учить. Это тот случай, когда бытие определяет сознание, и в таком бытие сознание нормальным быть не может. Мы видим в каждой реконструированной нами школы улыбки детей, и они к нам подходят и говорят там, дядя, спасибо за эту школу, я теперь хожу сюда с радостью. Мы бы сами хотели, чтобы в нашем действии были такие школы. Реконструкция больниц и, скажем так, весь медицинский блок. На балансе области находится сейчас так называемая третичка. Это областные крупные больницы, расположенные в областном центре. Это там, куда съезжаются люди, пациенты со всей области. Это крупнейшие медицинские учреждения, это больница Мечников, например, Центр Руднева. Мы в прошлом году умудрились за год открыть две больницы. Две больницы открывал президент. Первый – это новый корпус детско-областной клинической больницы на Космичке. Это четыре этажа, три из которых поликлиника, четвертый этаж – это самая современная в стране детская реанимация. Там, где заведующий отделением, в хорошем смысле фанатик своего дела Денис Сурков, которого мы безумно уважаем. И вторая больница открывалась президентом Украины Петром Порошенко в ноябре. Это педиатрический корпус больницы имени Руднева. А если вы возьмете ГОСТы по государственному строительству, то в больницах на всех стенах до уровня метра 60 должна быть зеленая масляная краска, которая должна навевать грусть и тоску на ее посетителей. Мы объяснили архитектурные инспекции и нашли возможность сделать это не так, как привыкли делать в старых больницах, а мы сделали современную европейскую больницу, на которых на стенах нарисованы детские рисунки, на которых божьи коровки и крокодильчики. Расстелено специальное покрытие на всех этажах и в каждой палате детям приятно находиться, они попадают в комфортный детский садик. Сейчас мы там достраиваем рядом с нуля, строим пятиэтажный корпус хирургический. Мы хотим, чтобы маленькие пациенты со всей области в случае, не дай бог, появления у них каких-то проблем. Они не были вынуждены ехать в Киев, в Одессу или в Израиль, в Германию на операцию, чтобы они всю самую современную помощь получали в этой больнице. В эту больницу только медицинского оборудования, нового, самого современного, мы закупаем в этом году на 100 миллионов гривен. Кроме того, в этом году порядка 50 миллионов гривен нами выделено на переснащение больницы Мечникова. Все хирургические отделения, которых пару десятков там, перейдут на лапароскопические операции. Это операции без разрезов. Мы хотим, чтобы жители области в областных больницах получали самую современную помощь на уровне Европы. Социальное жилье? Долгие годы это понятие отсутствовало как класс. Люди становились в очередь, понимая, что в лучшем случае лет через 200, если у них есть возможность превращения в Дункана Маклауда, эту квартиру получить. Сейчас мы заканчиваем дом юбилейным на 107 квартир. Мы в Васильковке вручаем ключи 4 апреля. Дом закончен, сдан в эксплуатацию. Мы построили дом в Петропавловке, мы построили дом в Покровске. Мы заканчиваем до 1 июня дома в Царичанке и в Робоватевке Юривского района. Это те заброшенные здания, которых никогда не было, которые достроены, переоборудованы. Теперь очередники получают квартиры. А в случае со Слобожанской объединенной территориальной громадой, это в принципе строительство с нуля. Обычный 9-этажный дом на 107 квартир, в котором все люди, стоящие в этой ОТГ в очереди, получат ключи от квартир. Экологические проекты чем гордитесь? Мы гордимся тем, что впервые в жизни в области появилась логическая программа расчистки рек. Появились возможности эти реки расчищать. И мы методично, вот уже третий, уже будет четвертый год подряд, расчищаем все притоки Днепра. Потому что в Днепр должна попадать нормальная вода с их притоков, с незабитых речек. Мы гордимся тем, что каждая такая расчищенная нами речка решает две проблемы. Первое. Она борется с подтоплениями. Это значит, что жители близлежащих домов будут видеть воду из окна своего дома, а не у себя в подвале каждую весну и осень. И второе. На берегах таких речек обычно мы делаем рекреационные зоны там, где это возможно. И жители области получают возможность на берегах этих речек отдыхать. Кроме того, мы в прошлом году расчистим один из притоков Ариели. Это долгое время считалось самой чистой речкой в Европе. В этом году мы проектируем с двумя институтами, один из которых Киевский, расчистку этой реки и успеем сделать первый ее этап. Это то, до чего у государства 10 лет не доходили руки вообще. Не могу не спросить, на расчистке рек денег много воруют? На этот вопрос ответ точно может дать прокуратура. Она, кстати, заинтересовалась департаментом. Вы знаете, у нас проблема в чем? Проблема в том, что у нас огромное количество букв НАУ, СБУ, НАБУ, МВД, ГПУ, которые занимаются одним и тем же, они следят за расходованием бюджетных средств. Поскольку их мозги устроены еще с советского времени очень просто. Как только потрачена хотя бы копейка денежных средств, регистрируется ЕРДР. Потом пишется такая большая фабула, в которой рассказывается небылицы. Получается ухвала суда на проведение следственных действий, выемок и обысков. И потом из этого лепится какое-то некое уголовное дело. Вот в нашей практике за три года была масса уголовных дел, которые открывались, потом закрывались за отсутствием состава преступления, либо когда оперативники выезжали на объекты и понимали, что оно построено. Я вам приведу два примера. Пример первый. В 2015 году, в 2016, когда президент открывал детский садик в Слобожанске, мы его построили чисто строительство за 40 миллионов, плюс порядка 15 миллионов коммуникаций. Это садик в чистом поле, с нуля, с коммуникациями, с фундаментом, с котлованом за порядка 55 миллионов. В одной из областей Центральной Украины аналогичный садик строят четвертый год, потратив 80 миллионов на начало 2016 года, этот садик даже не вышел из котлована. Понятна аналогия? А касательно расчистки речек, мы, когда узнали об этом уголовном деле, пригласили всех следователей скинуться им на большой автобус, у нас есть такой автобус с петриковской росписью, провести их по всем речкам, посмотреть, как было, как стало, пообщаться с местными жителями, а потом задать себе вопрос. Но не могу не спросить, у Генеральной прокуратуры сегодня есть вопросы к Департаменту экологии и природных ресурсов? Понимаете, это как спросить, знаете, нет людей здоровых, бывают недообследованы, и то, что вы еще сидите, это не ваша заслуга, это наша недоработка, Генеральная прокуратура. Так вот, у Генеральной прокуратуры всегда есть вопросы, это ее работа. Точно так же наша работа, нормально на эти вопросы отвечать и в случае появления каких-то претензий, давать обоснованные, мотивированные ответы, проводить экскурсии по строящимся объектам и говорить, окей, если вы считаете, что что-то не построено, мы всех приглашаем на экскурсию, пожалуйста, поедьте, посмотрите. Как правило, после таких поездок вопросы все отпадают. Двигаемся дальше. Поддержка бизнеса. Самая главная поддержка бизнеса. Не мешать. Да, ему не мешать. Вот чем меньше его будут трогать, тем бизнес будет лучше развиваться, потому что вот эти вот ночные обыски в новой почте, компании, построенной с нуля в пятницу вечером, когда любые документы, можно снять трубку, позвонить директору новой почты либо списаться с ним в фейсбуке и попросить просто, чтобы их принесли, они до добра не доводят. Поэтому наша основная цель – это к бизнесу не прикасаться, если нас не просят. Когда к нам приходят инвесторы и говорят, помогите, у меня есть проблемы с разрешением, с получением каких-то разрешений, либо документов на землю, мы берем и помогаем. Но если нас не просят, мы со своими инициативами к бизнесу не лезем. Единственное, что мы пытаемся сделать вокруг обл. госадминистрации площадку для общения бизнесменов. Когда мы проводим экономический форум, позиции губернатора Валентина Резниченко – ни одного чиновника на сцене. Советники выступать могут, заместители губернатора выступать не будут. Министров не надо приглашать. Пригласите реальных людей из реального сектора экономики, которые между собой будут обсуждать проблемы. Наработайте некое резюме и вот тогда отправьте профильному министру, пусть разбирается. Последний вопрос. Бюджеты развития региона и планы на будущее. Бюджет развития региона у нас вырос в 10 раз с 2014 года по 2018. Если он был в областном бюджете, порядка 300 миллионов в 2014 году. Сейчас он 3 миллиарда. Мы надеемся, что он вырастет еще. И мы методично боремся с дебильными затратами, которые всю жизнь были в областном бюджете. Например, была такая веселая статья «Весвытленная деятельность обл. дж. администрации», на которую тратили еще тех денег при курсе 8 доллара, 20 миллионов гривен в год. 20 миллионов гривен в год тех денег – это один-два садика в год, который обл. дж. администрация могла бы строить. И таких статей затрат, к сожалению, очень много. Мы, к счастью, научились работать с областным бюджетом. Мы благодарны президенту за децентрализацию. Мы уверены, что размер бюджета развития будет расти. А сейчас область 50% от собственных доходов тратит на бюджет развития. Раньше этот показатель выше 10% не поднимался никогда. Даже в самые хорошие годы псевдостабильности. Мы уверены, что в области растет несколько крупных строительных компаний, которые в области работают, закупают новые заводы асфальтобетонные, закупают новые технологии. И мы уверены, что Днепропетровская область в ближайшие 3-4 года будет лидером по количеству возводимых объектов социально-бытовой сферы, те, которые находятся на балансе государства. Задача, поставленная президентом перед обл. дж. администрацией, очень простая. За ближайшие 3-4 года вся инфраструктура в области должна быть восстановлена. Спасибо, что нашли возможности, ответили на интересные, на мой взгляд, вопросы. Хотим увидеть на 4-м году нахождение у должности губернатора за тем креслом, которым вы сейчас находитесь. Ну и чтобы деятельность вашей организации была такой же прозрачной, как пустая, выпитая бутылка пива. Дякую, что сейчас нашлось. Спасибо. Ну а глядачам 9-го канала, нагадающего в гостях был Юрий Голик, радник головы Днепрооблдержадминистрации. Рухами сдали.